Аминь 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 будет близко к язычеству. И мы это тоже сейчас увидим. Таким образом, жертва понимается как средство приближения ко Всевышнему. И принесению жертвы должно предшествовать чувство благодарности Всевышнему и раскаяния в совершенном проступке. Или, соответственно, только благодарности, в случае мирной жертвы, жертвы всесожжения, а за грех, за поведенность, значит, что-то произошло, что-то ты не сделал. И в присутствии Божьего, Святого Господа, значит, ты должен был прийти очищенным. И для этого, как бы, и прощенным. И для этого предназначались жертвы. И об этом не всегда говорят, но мы должны понять, в чем коренное отличие тех жертв, которые приносил Израиль, от языческих жертв. А заключается это в том, что эти жертвы приносились в рамках уже заключенного завета. Язычники с помощью жертв пытались задобрить божество или привлечь его на свою сторону. То есть они, ну, как бы, платили ему дань, какую-то взятку там. Израилю это не надо было делать. Все. Они знали, что Бог их любит, что Он их избрал, что у них есть путь вместе с Богом. Вот Он был среди них, Он был в стане, и им не надо было Его задабривать. Ему надо было что делать? Приближаться. Потому что Бог любил, чтобы к Нему приближались. Приблизьтесь ко Мне, и Он приблизится к вам. Так? И теперь, вот, имея эти добрые отношения, Израилю только необходимо было сохранить эти добрые отношения. Ну, и быть благодарным Богу за Его доброту и участие в их жизни. Ну, принесение жертв, оно предполагало, что, живя повседневной жизнью, человек мог непреднамеренно согрешить, стать нечистым и потерять Божье благоволение и общение с Богом. Ну, у нас иногда такое бытует, как бы, мнение, что вот человек стал нечистым, там, или потерял, как говорится, благоволение, да, и, значит, это, ну, надо сразу бежать в Иерусалим. Немножко не так. То есть, были, то есть, там, ну, по-другому было и в законе это описано. Самое главное, надо было, что, покаяться, да, и потом принять меры, ну, очищения. Вот. Но если ты приходил уже в Иерусалим, приближался к Господу, к святыне, да, вот, то тебе надо было очиститься. В чем, даже в том, в чем ты покаялся, все равно это дело, оно, как бы, оно, как бы, пачкало тебя, да, вот. Вот. И, соответственно, жертвы, вот, они очищали и приносили прощение. Вот. И мы видим, что это, вернее, так, мы, наверное, мы вспомним, что еще одно отличие, как бы, жертв язычников, вот, и Израиля. Язычник, когда он приносил жертву, он не знал, этого достаточно или нет. Ну, например, приносил быка, думал, а вдруг еще козлочку надо, вдруг божеству не понравится, что ж дело, да, поэтому они приносили жертвы саморазличные, включая и детей, и людей. Это было богопротивно, это Бог, он не благоволил к этому, это было, в общем, он ненавидел такие дела. Вот. Значит, и поэтому, как бы, вот, те ханаанские народы, они во многом, они были за это, они и были стерты с лица земли. Вот. А благость для израильтян была в том, что они понимали, что надо, понимаете, этого достаточно. Ну, согласитесь, это круто вообще, когда ты знаешь, что вот так вот и достаточно, да, то есть не надо думать, выдумывать, а вдруг, а что, если, а вдруг он там нет, нет, все нормально, он любит, вот, он заботится о тебе, вот. Ну, что-то в твоей жизни случилось не то, значит, есть путь, которым надо привлечиться к Богу. И Бог сам определял, друзья, Бог сам определял этот путь. И так было всегда, и так до сего дня. Во время Бритха Даша, то есть во время Синайского завета, и во время Бритха Даша, то есть во время Нового завета. В Евреям 10.19 написано, что Ешо, он стал новым и живым путем. То есть, если раньше надо было через жертву, да, кровавое, то теперь Ешо стал той жертвой достаточной для того, чтобы приближаться, быть очищенным и приближаться к Богу. И поэтому нам теперь понятно, почему Ешо говорил о себе, что я есть путь, да, истина и жизнь, в том числе в пути, и это часть было, это, ну, путь – это более такое глубокое слово, но в том числе и эта часть, то есть я есть жертва достаточная за твои грехи. Вот, ты меня не удивишь чем? Тем, что, как говорится, своей жизнью, да, и тем, что ты совершал в жизни, потому что я умер за всех людей и знаю грехи всех людей. Поэтому ты будешь прощен, ты будешь очищен, и ты будешь снабжен необходимой силой для того, чтобы идти в чистоте и праведности, идти по жизни. И, может быть, некоторые удивятся, но согласно Бритха Даша, все верующие – это святое священство, приносящее жертвы Богу. Все знают, что мы приносим жертвы? Или это сразу так, да, замелькало? Да нет, вроде бы нас никто не приносит. Нет, друзья, приносим жертвы Богу. И смотрите, согласно Римлянам 12.1, прежде всего себя приносим в жертву Богу. Не бойтесь, там все нормально, Господь все предусмотрел, там написано в жертву живую. Живую, святую, благоугодную Богу. Согласно 1 Петра 2.5, духовные жертвы мы приносим, благоприятные Богу Иисусом Христом. Не рассматриваем, ну, скажем так, добрые дела, да, вот так. Согласно Евреям 13.15, сюда же можно добавить жертву хвалы. Вот мы сейчас приносили, да, что жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Согласно Евреям 13.16, там написано, не забываем также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То есть те добрые дела, да, и общительность, которая, ну, вроде бы, как говорится, ты и не хотел бы, а вот человек зацепил, и ты уделяешь ему время, да. Вот, ну, вообще, то есть, то, что делается, понимаете, для того, чтобы распространять Евангелие, благоухание о Христе, вот, это все жертва общительности, это приятно Богу. Ну, и можно сказать, еще филиппийцам 16.19, в отдельную жертву можно отнести помощь миссионерам. Помните, Павел говорил, что мне, говорит, прислали вам не один и не два раза, я благодушенствую, это все так классно, мне так приятно. Это говорит, даже не то, что вы мне деньги прислали, а то, что, это же говорит о том, что вы имеете плод, понимаете, что это, это как жертва, он говорит, это жертва благовонное курение, жертва приятная, благоугодная Богу. Вот, и еще раз напомним друг другу, зачем мы приносим жертвы? Чтобы приблизиться, друзья, не боимся, чтобы приблизиться к Богу. Жертвы, они приближают нас к Нему. И еще у меня пару минуток есть, значит, два слова о святости. Здесь мы говорим о жертвах и о святости. Левит 8.9. И возложил, то есть здесь говорится, здесь говорится о том, об убранстве священников, то есть я не перечисляю, ну, и вот часть такая. И возложил, то есть Маше на голову его, то есть Аарона, и на кидар, ага, и возложил на голову его кидар, есть у нас, нет, да? А на кидар, значит, кидар, это такой головной убор, высокий головной убор, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, есть, да? Полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Маше. О чем говорит эта полированная дощечка? В книге Шмот, значит, было написано, Шмот, это 28, 36, 38, написано, что на ней были вырезаны некие слова, как на печати. Вот, знаете, специально выделено, да? Вот, как вы думаете, случайно ли нет? Как на печати, да? Вот, святыня Господня. Итак, у священника на голове была полированная дощечка золотая, голубыми, такими специальными нитками, перекрепленная кидару, к высокому, такому белому головному убору, и там было написано, святыня Господня. И исход, 28, 38, она говорит, зачем это? И будет она, дощечка, на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. О, приносят жертвы, от всего сердства, все сожжения и так далее, а все-таки она несет определенные недостатки. Почему? Из-за нашего несовершенства, друзья, какую бы жертву мы ни приносили, все равно у нас есть некое такое, знаете, ну, чуть-чуть лукавство, чуть-чуть, ну, типа, Господь, ну, ты же видишь, какой я классный, да, вот я вот это, ну, есть оно у нас, никуда мы от этого не денемся, любим мы, как говорится, себя любимых, да, и показать, какие мы, ну, и не только это, понимаете, вот, но есть некие недостатки, вот эта вот дощечка, она как бы покрывала, как бы вот покрывала вот эти вот грех, вот нашего несовершенства, потому что пред Богом должны быть совершенные, говорится, жертвы. И вот мы тоже приносим жертвы, аминь? Вот мы же посмотрели, там, как минимум, пять видов жертв, а они чем покрываются? А они чем покрываются? Друзья, правильный ответ какой? Ешуа. Хотя, кажется, о нем ничего здесь нет. Друзья, да, во имя Ешуа, когда мы говорим, Боже, вот прими это, во имя Ешуа, вот это, вот, и даже вот это, это тоже прообраз, в какой-то степени, это тоже прообраз Ешуа. Ну, и последнее, написано в Ефесянам 1, 13, 14, что в Ешуа мы запечатлены обетованным Святым Духом, на нас поставлена что? Печать. И можно предположить, ну, согласитесь, можно предположить, что на наших щелах написано, что? Святыня Господня, и Духовный мир видит. И представляете, вот, если Духовный мир видит, Святыня Господня, а Духовный, а вот этот, Святыня Господня, сквернословит, там, грубит, там, или еще что-то, знаете, там, поступает неправильно, как вы думаете? Огорчается Святой Дух, живущий в нас, и, да, вот, друзья, поэтому, да благословит нас Господь, вхождение перед Ним, чтобы мы понимали, вот, особенности эти, да, и ходили пред Господом в святости и праведности. Баруха Шем, слава Господу Ешуа, Мушиеху. Аминь. Аминь.